Используются только дорогие материалы для максимального удобства во время работы на кухне. Ну и, конечно, это очень важный элемент в женской гардеробной. Присутствует знаменитая вышивка Боттега Винета. Очень многие девушки будут рады такому комплименту. Всем привет! Меня зовут Николай. Сегодня наше видео, посвященное встраиваемой мебели. Мы находимся у производителя в шоуруме, который очень трепетно относится к исполнению всех видов деталей. У него есть своя философия, свое видение люксовой мебели. И сейчас мы зайдем вовнутрь, уже одели белые перчатки, так и без перчаток в этот шоурум не пускают. И вы оцените в итоге, то ли это люксовая мебель встраиваемая, которую вы так долго искали. Когда вы заходите в этот шоурум, первое, что вы встречаете, это инсталляцию. Но что же она обозначает? Небо и землю, скалы и воду. Совершенно противоположные элементы, которые, сочетаясь вместе, создают баланс и гармонию, которую вы постоянно ощущаете, находясь здесь. Открытое пространство, которое включает в себя три зоны. Это гостиная, обеденная зона и кухня. Причем вся мебель, выставленная здесь, от итальянского бренда Giorgetti. Гостиную и кухню у нас разделяют вот такие декоративные панели. Причем они также показывают, как профессионально эта фабрика может комбинировать материалы. Так как для создания таких панелей у нас используется натуральное дерево, натуральный шпон, два вида эко-кожи и металлические вставки. Массивный кухонный стол 4 метра для максимального удобства во время работы на кухне. Столешница у нас выполнена из натурального мрамора двух слейбов, соединенных вместе. У кухонного острова представлено большое количество ящиков для хранения, как открытых, так и закрытых. Дополнительным элементом от производителя у нас является вот такая вот выдвигающаяся интегрированная столешница для приема гостей, которая также выполняет функцию барной стойки. По мере выдвижения столешницы у нас открывается дополнительная раковина. Также здесь установлена подвесная вытяжка и индукционная плита. Продолжение следует... Пульт у нас модульный, что позволяет управлять столешницей. Продолжение следует... Идеальное исполнение и сочетание элементов. Дверцы у нас выполнены из натурального шпона с глянцевым напылением. Массивные ручки, это алюминиевые ручки у нас, обитые эко-кожей. Внутри у нас встроенный холодильник, установленный антресолью. Рабочее место у нас столешница выполнена также из натурального мрамора. Партук это у нас окрытовые панели с подсветкой и установленное большое количество алюминиевых полок и полок из закаленного стекла. Мне вообще нравится, как он сочетает элементы, так как многие производители сочетают два элемента. Это алюминий и стекло. Здесь он также используют на дверцах вставки из натурального шпона. И внутри по такому принципу у нас оформлены полки и добавлены на подсветку. Субтитры подогнал «Симон» В этой комбинации представлен также винный шкаф, рама которого по бокам дверц также обивается эко-кожей. Причем это отличное решение, так как она является более долговечным материалом и за ней легко ухаживать. Массивные дверцы высотой 2,7 метра открывают на место для хранения вина. Причем на основную панель накладывается дополнительная панель, обитая кожа с установленной подсветкой, делая пространство визуально более глубоким. Каждое место хранения изящно подчеркивается металлическим кольцом, а внутри место хранения также обивается эко-кожей. Помимо этого, каждая отдельная полка шкафа – это дизайнерский подход. Каждым линиям и переходам делает этот шкаф идеальным украшением на каждой кухне. Продолжение следует... В обеденной зоне у нас здесь представлена дополнительная рабочая столешница, куда можно выставлять некоторые блюда перед подачей на основной стол, либо также использовать для разлития напитков, вина, например, которые в дальнейшем уже и выставляются на главный стол. Мне очень нравится решение выполнения полок, так как это у нас двойная панель. Задняя панель – это у нас натуральный шпон, передняя панель у нас обитая эко-кожей с рисунком. И причем полки, установленные на переднюю часть панели, они доходят не до конца, создавая эффект невесомости. И причем этот же эффект, он также подчеркивается подсветкой, которая идет по всему контуру передней панели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помимо открытой зоны у нас также представлен такой вот закрытый шкаф. Мне нравится, что по бокам он декорируется такими изогнутыми дугообразными элементами, которые накладываются на друг друга и отображают логотип этого бренда. Дверцы у нас покрыты натуральным шпоном, очень интересный природный рисунок. Установлены вот такие вот вставки из эко-кожи и металлические ручки. Шкаф у нас внутри декорируется шпоном уже более светлым. Есть дополнительная столешница из натурального мрамора, подсветка. Причем, заметьте, что это место вы можете также использовать как барную стойку для развития напитков. У нас здесь есть места для хранения стаканов. И когда вы закрываете уже этот шкаф, никто даже не поймет, что это у вас такая миниатюрная закрытая барная система. Редактор субтитров А.Семкин Каждый металлический элемент этого производителя – это художественное исполнение и дизайнерская гордость фабрики. Форма круглой ручки была заимствована от классических машинных переключателей скоростей по контуру, декорированной гранями и лазерной гравировкой. Металлические изгибы профилей плавно соприкасаются со шпоном и кожей, не оставляя никаких углов. И каждый изгиб сплетения имеет ни на что не похожий рисунок, отображающий букву «М». В этом шоуруме также представлена отдельная женская гардеробная и отдельная мужская гардеробная. Давайте сначала рассмотрим женскую гардеробную. Здесь преобладают светлые цвета, это светлый шпон, сочетание с элементами светлой эко-кожи, с металлическими профилями. Все выглядит очень элегантно. Кстати, здесь добавлено большое трехметровое зеркало, которое визуально увеличивает все пространство. И, конечно, это очень важный элемент в женской гардеробной, когда вы можете покрасоваться перед зеркалом и выбрать самую лучшую одежду на целый день. Здесь представлена открытая гардеробная система, но помимо этого всего здесь также есть вариации закрытой гардеробной системы. Здесь представлены уже дверцы, выполненные полностью из закаленного стекла, либо обитые светлые вот такой эко-кожи. Массивные элегантные ручки. Такой полноценный трехметровый шкаф. Сверху у нас установлены полки из закаленного стекла. Штанга из шпона. Задняя стенка у нас также обита эко-кожей с таким индивидуальным рисунком. И дополнительные полки с уже совершенно другими интересными ручками. Внутри каждая полка у нас декорируется двумя видами дерева. Темный орех и каучук. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выставлен туалетный столик, столешница которого выполнена из натурального мрамора. Причем она состоит из двух скрепленных вместе слэбов. Слэбы в то же время соединяются с задней стенкой, которая также выполнена из натурального мрамора. Установлено зеркало с подсветкой. Отличительным элементом этого туалетного столика является выдвигающийся шкаф для украшений. Я думаю, очень многие девушки будут рады такому комплименту в этой коллекции. И установлены еще вот такие вот выдвигающиеся ящики для хранения мелких предметов. Продолжение следует... Это уже мужская гардеробная. Здесь преоблюдают более темные цвета. Установлен посередине вот такой гардеробный остров, рама которого выполнена полностью из массива красного дерева. Присутствует большое количество ящиков для хранения как в открытой системе, так и в закрытой системе. Причем здесь также установлена такая секция для хранения часов, которая открывается по отпечатку пальца, обитая уже натуральной кожей. Причем вся эта стилистика, она максимально напоминает нам стиль вот old money, когда используются только дорогие материалы для подчеркивания статуса. Мне также нравится, как выполнены дверцы у этого гардеробного острова. Они у нас открываются таким образом под дукой. Внутри установлены полки, обитые эко-кожей, а вся конструкция у нас возвышается на вот такой вот базе из нержавеющего металла. Продолжение следует... Продолжение следует... В закрытой гардеробной у нас присутствуют такие массивные трехметровые дверцы. Это сочетание двух видов эко-кожи. Причем один из видов этого эко-кожи с их дизайнерской вышивкой, которая присутствует так же и в женской гардеробной. Соустановлены вот такими вот тонкими металлическими профилями. Ручки уже идут полностью выполненные из нержавеющей стали, массивные и присутствуют вставки из натурального шпона. Внутри у нас преобладает темный шпон, подсветка, полки закаленного стекла и также присутствуют полки для хранения. Внутри украшены темным орехом и каучук. Внутри украшены темным орехом и каучук. Выполнены из печеного камня. В отличие от натурального мрамора, на этот материал вы можете проливать напитки, вы можете резать овощи, фрукты. Ничего с ним не случится. Очень такой прочный материал. Мне нравится, как выполнен кухонный остров с передней части, так как он имеет геометричные такие формы слэбов, которые накладываются друг на друга. А фасады с передней части имеют темный цвет и они уходят немного на задний фон. Создаётся такое впечатление, что кухонный остров возвышается на очень тонких ножках. Но на самом деле это единая конструкция. Также здесь присутствует стандартная раковина, кран для питьевой воды и газовая плитка. Но единственное, что они упускают, конечно, это не вставили интегрированную вытяжку. Что, конечно, нужно добавить, иначе во время готовки куда-то всё будет уходить. Дополнительная рабочая столешница у нас также выполнена из печёного камня, причём с нижней части здесь присутствует подсветка. Большое количество ящиков для хранения посуды, либо каких-то мелких элементов. Кухонный фартук у нас также выполнен из печёного камня. Это два соединённых слэба, причём рисунок у нас единый. Присутствуют такие двухметровые полки для хранения предметов, причём с установленной подсветкой снизу и сверху. Также у нас здесь установлен духовой шкаф. У нас питьевая система, присутствует антресоль, причём она двойная идёт. Открытые шкафчики, закрытые шкафчики. Встроенный холодильник у нас здесь есть. Невысокий такой, также у нас есть антресоль сверху. И вот такая вот система хранения от бренда Solis. Если места на кухне немного, то почему бы в стену не встроить вот такую алюминиевую конструкцию с большим количеством дополнительных полок. Причём глубина этих полок небольшая. Приблизительно 30 сантиметров, где можно выставлять баночки с приправами, с крупами. Можно хранить также стаканы. Почему бы не в данном случае у нас представлены вот такие вот полки. И внутренняя стенка выполнена из акрила с подсветкой. По оформлению и размерам у этого производителя доступна полная кастомизация. То есть любой цвет эко-кожи, либо натуральной кожи. Любой цвет шпона, натуральный. Это также может быть эко-шпон. Это может быть оформление лакокрасочным покрытием. И вот я принёс вот такие вот ящички. У этого производителя всё очень серьёзно. В этом шоу-руме давайте откроем их. И вот, допустим, в этом ящике у нас представлены вариации, с которыми он работает. Это лак, кожаное покрытие, шпон. А в этом чемоданчике у нас присутствуют элементы из нержавеющей стали. В данном случае это у нас уголки и ручки, которые можно менять. Представлено большое количество декора для стен. Причём всё это оформление производится также на этой фабрике. Это может быть более стандартное оформление деревянных панелей. Это может быть роверное оформление с подсветкой. Это могут быть также вот такие вот декоративные панели, имеющие форму волны, которые накладываются на друг друга. Помимо всего этого, на этой фабрике также можно заказать вот такие вот стеклянные панели, которые открываются на 180 градусов. Причём здесь выставлены три панели, соединённые вместе, но это также может быть одна единая панель, которая будет открываться на 3 метра. Субтитры добавил DimaTorzok Здесь представлены три вида разных гардеробных, причём даже их можно комбинировать. Здесь у нас представлены такие открытые гардеробные с алюминиевыми полками, открытыми штангами. Здесь также присутствуют такие полки дополнительные для хранения. Они интегрируются в стену и создаётся такое впечатление, что они в невесомости находятся. Это могут быть классические вариации исполнения шкафов полиформ. Это алюминиевый каркас с закалённым стеклом. Либо это также могут быть закрытые гардеробные. Здесь представлены дверцы, обитые эко-кожей. Присутствует знаменитая вышивка Bottega Veneta. Внутри у нас установлены также алюминиевые стеклянные полки. Внутри также всё обито эко-кожей. Установлена фурнитура Bloom. Можно заменить на итальянские системы Solis, либо также поменять на фурнитуру китайского производства. Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь представлена вот такая гостиная зона. Причём это ТВ-система, которая устанавливается. Она идёт длиной 4 метра и накладывается на основную стену как такая дополнительная панель, по бокам которой устанавливаются очень тонкие алюминиевые полки с подсветкой, подчёркивающие изящность этого интерьера. А вот сама ТВ-система, она может быть как закрытая. То есть вы можете полностью скрыть телевизор от ваших гостей. И у нас открывается вот такая вот стена. Причём здесь очень интересный вид краски используется. Он сейчас очень популярен в Италии. цвет металлика. В дальнейшем он шлифуется специальным таким железным кубкой и создаётся эффект брашированного металла. Но помимо всего этого вы можете также открыть боковые панели. И у вас открывается большое количество полок для хранения, где вы можете выставлять книги, вазы, либо игрушки для детей. Очень удобная конструкция, когда вы хотите сочетать в маленьком пространстве большое количество ящиков для хранения и просто скрывать какие-то элементы, чтобы никто их не видел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, наше видео подошло к концу. Надеюсь, что вам понравились модели, которые мы вам сегодня показали. Если вас что-то заинтересовало, запрашивайте информацию наших менеджеров. И помните, что компания Globus готова осуществить все ваши мечты. С вами был Николай, компания Globus. До скорой встречи. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин